Актуальное интервью. Представители власти и бизнесмены, актеры и спортсмены, художники и политики. Честно об актуальном на Радио России Псков. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Дина Добрешуте. После ремонта открылся один из первых филиалов Пскова и Сборского музея-заповедника. Это музей «История Новорожевского края». И сегодня у нас в гостях заведующая этим музеем Марина Пахоменкова. Марина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите самое главное, как долго вы ждали открытия музея после ремонта? Восемь лет. Ну, наверное, будет следующий вопрос, а почему? Ну, хотелось бы понять, что делали так долго? Отсутствие средств на охранно-пожарную сигнализацию. Да. Без этого вообще невозможно открыть музей. Тем более музей, который горел перед этим, и музей, который подвергался вооруженной попытке ограбления в 97-м году. Ничего себе, какая у вас богатая история музея. Да, жизнь интересная. Если так сравнить, что было вот до, 8 лет назад, и что сейчас? Самые позитивные изменения с ремонтом. Самое позитивное стало светло, чисто. Ну, и мы открыли картинную галерею, а не экспозицию историческую пока. Картина галерея – это дар ленинградских художников, именно ленинградских художников 1988 года на Воржево. Это необычная сельская картинная галерея, где представлены академики, профессора, старейшие художники, скульпторы Ленинградского союза художников. Это были дарения личные и родственные. Представлено 96 художников. В данный момент мы представляем 51 – это живопись и скульптура. Количество представленного, даже вот по количеству людей, по количеству авторов уже поражает. А как территориально, в масштабах это всё выглядит? В музее. Значит, у нас в музее двухэтажное здание, и на втором этаже, этаж большой, мы разместили основную экспозицию, где вот представлены наши картины и скульптуры. Получилось довольно интересно. На первом этаже скульптуры и картины патриотической направленности, так как оставшиеся немножко витрин от бывшей экспозиции и наших перипетий судьбы, когда были пожары, затапливали и так далее, осталось 12 витрин. И вот в этих витринах мы показали выставку под названием «Фронт и семья». Из чего она состоит? Это документы и предметы о семье довоенной и герои этой семьи. Герои семьи. Это и фронтовики-партизаны. Получилось довольно интересно вместе с картинами и со скульптурами. Там же есть фронтовой рисунок, есть портреты партизан, карандашные портреты Белокурова. Здесь же идёт на витрине показ документов партизанских, например. А начальная, первая витрина рассказывает о семье. Когда мальчик заканчивает начальную школу в 1941 году, и папа уходит добровольцем на фронт. Отец был замредактора районной газеты. Путь колхозника она называлась. Мама учительница. И папа, уходя на фронт, он пишет письма сыну. И вот эти письма представлены, где он называет его Стасютка. Даёт ему рекомендации, как подружиться с ребятками в эвакуации, как он должен заботиться о маме, так как он старший теперь в семье мужчина. И он присылает мальчику почтовые открытки с изображениями патриотики, картины, там портреты героев. И присылает самодельные книжечки из фронтовых газет, где публикуются рассказики. И вот он делает эти книжечки и присылает с фронта. Вот в витрине такая вот интересная судьба семьи. И отец в 1944 году погибает. Вот эти вещи прислал по почте сын в Новоржевский музей. Однажды написав в сопроводительном письме, что он слышал от друзей, что маленький музей Новоржева собирает всё о своих новоржевцах. И поэтому я доверяю вам документы родителей и их награды. И вот они по почте прислали. И это всё оригиналы? Да. Да. Связаться я с ним не смогла, потому что он написал, что он меняет квартиру, адрес пока неизвестен. Ну и вот так мы потерялись. Но самое важное, что документы у нас. И теперь мы экспонируем их. Где рисунки и картина Блинкова Сан Саныча «Русские люди», и там на фоне Псковской стены, именно Псковской архитектуры, вот этой нашей неповторимой, «Дедушка и бабушка сидят в приговорённой казни с дощечкой подвесанной, где написано «Партизан». Да. Блинков Сан Саныч – художник, который в 1941 году был отправлен командованием партизанского движения с целью собирать предметы о войне для будущего музея барона Ленинграда. 1941 год, а уже думают о музее. И он делает и зарисовки, он снимает очень много, фотографирует уходящих на задания отряды, он и разведчик, и подрывник, тогда ещё молодой Саша. И впоследствии сделали замечательный отдел по партизанскому движению в этом музее обороны Ленинграда, который был закрыт по ленинградскому делу и разгромлен в прямом смысле слова. Сан Саныч в своё время, очень хорошо понимая ситуацию в стране, он передал все негативы партизанские, вот то, что он наработал на оккупированной территории Псковской области, он передал в партийный архив. И он сохранился, а то, что было передано в музей обороны Ленинграда, всё было утрачено. И я сама встречалась с ним, это интереснейший человек, вот, был в своё время, он был деканом Мухинки, преподавателем, и вот это вот замечательная работа у нас в музее. И здесь живут 3-я ленинградская партизанская бригада, анкеты, бланки анкет участника партизанской бригады, здесь же карты партизанских троп около Луги, да, вот карта, военная карта, и расписки, полученные от населения Псковской стороны, когда они принимали на сохранение продукты для партизан. – Уникальные документы. – Уникальные в прямом смысле слова. И они сохранились на чердаке дома деревни Посадникова в доме Хоботова Леонида Алексеевича, который и был писарем, а до этого был разведчиком, у него зрение было минус 11, его использовали как разведчика сначала, а потом он стал писарем, писал прекрасные стихи, да, вот, закончил он педагогический наш и был учителем, потом директором школы в Посадниково. Ну, вот, потом уехал в Жданов, город Мариуполь, ныне. И когда дом продавали, вот, обнаружили вот эти документы, принесли нам в музей. И вот таким же образом мы пополняемся, и таким образом тоже. – Интересно, что жители, люди, связанные с Новорожевской землей, вообще и формируют музей истории этого края. – Да, это удивительно. Значит, дальше мы показываем документы о семье Героя Советского Союза Заходского. Его сестра Александра Ивановича Заходского, который погиб в 41-м году в карельской стороне, в Карелии, она привезла подлинную грамоту Героя Советского Союза. Она привезла фотографии семейные, она привезла фотографии, станция Заходская, значит, в Карелии есть переименована его именем. У нас улица Заходского в Новорожеве, мемориальная доска на школе и на улице, где вот улица Заходского. Правда, она там в Дарственной написала, чтобы никому не выдавать из фондов. Только в Новорожевском музее это должно быть, да, так бы написано в Дарственной. Да, удивительно. Попов Маркиан Михайловича семья представлена командующей Вторым Прибалтийским фронтом, когда освобождали нашу область. Его отец был директором нашей школы до 1931 года, до 1931 года. Маркиан закончил школу в 1919 году, был избачом, то есть библиотекарем, комсомольцем, и его по комсомольской путёвке отправили в Красную армию. И он заканчивал школу, выстрел в своё время, то есть прошёл все вот эти ступени высших учебных заведений, и был самый молодой генерал на Дальнем Востоке, 1936 год, 1938, он был генералом, и получил в 1941 году зимой, вот в январе, он получает западный округ командования. Вот, очень сложный период, потом у него будет много разных должностей, и самое интересное, что когда был взят, освобождён Брянск, Орёл Брянским фронтом, был первый салют в Москве в честь этого фронта, которым командовал Маркиан Михайлович Попов наш. Наш земляк. Наш земляк, да. И впоследствии он командует там и степные фронты, ну и так далее. И вот второй прибалтийский, последний из его должностей, начальник штаба сухопутных войск страны, он полный генерал, генерал армии, это полный генерал, вот. Ну и вот он жил в Архангельском, там, в Подмосковье. И была очень интересная такая маленькая интересная история. Когда я занималась в военно-историческом архиве по работе по Первой мировой войне, писала книгу о 269-м Новоржевском пехотном полку, то звонок и женский голос спросил Марья Михайловна, вот мы звоним по поводу Маркиана Михайловича Попова, мы вновь делаем второе издание о полководцах, и теперь мы хотим о забытых полководцах написать. Ну, я сказала, да, у меня с собой есть материал, я в Москве были, мы очень рады друг другу, вот, когда увиделись. Она спросила, есть ли кто-нибудь вот из потомков. Я говорю, конечно, должны быть, в Архангельском у них вот дача там была, квартира была тоже, но я не знаю, как сейчас, у него должен быть вот внуки. Сын-то погиб в автокатастрофе, который сам привозил нам документы, вот отца, китель, немецкий бинокль большой, цесовский, часы, которые вот англичане дарили защитникам Сталинграда. Сталинграда, да, вот были у нас они, письмо отца родителям, и это письмо представлено, как он пишет, папа и мама там в 43-м году с Брянского фронта. И она говорит, ну, я тогда попробую узнать. Она, значит, звонит Шапошниковой дочери, а так говорит, так это мои соседи за забором. Вот так вот я познакомилась с внуком. Да, очень интересный Бартеньев, Дмитрий, и копия дед. Когда он открыл машину, пригласил меня сесть, я говорю, господи, Маркиан Михайлович в молодости. Вот такая копия просто. Ну, правда, он деятель шоу-бизнеса, но неважно, он такой очень тоже патриотический человек оказался. И написали впоследствии книгу Смыслов, автор написал, так и называется, «Забытый полководец». И у нас представлены все эти книги, где Маркиан Михайлович описывается, и его мундир, и мундир героя Советского Союза, лётчика Иванова Виктора Павловича, тоже представлено в экспозиции. Есть в экспозиции картина, значит, эскиз работы Баскакова, художник Баскаков, гибель Багратиона. Вот момент, когда он тяжело ранен, его там все держат. Почему мы сделали его здесь, на первом этаже? Потому что у нас была битва за своё Бородино, деревня Бородино, высота 192,8, и там погибло 52 солдата, которые так и остались на высоте, перезахоронены они теперь в городе, вот, и им командовал батальоном Павел Дубовой. 28 человек из них были представлены к награждению звания Героя Советского Союза, но не прошли утверждения. Но, однако, были представлены. И с его родины, а он с Павлодарского края, приезжали неоднократно делегации. Вот, и у нас такая дружба с казахами, да, они установили бюст в городе, очень красивый, такой достойный. Вот, и у нас есть портрет его, подаренный его односельчанами, тоже он в экспозиции. Да, до сих пор жив один из защитников вот этой Бородинской высоты, Кономатов, такой. Я ездила к нему два года назад в Черкесск. Замечательная память, прекрасно рассказывает, как он говорит, я на всю жизнь запомнил дерево, за которое я держался, и это дерево спасло мне жизнь. Вот, присылал вот недавно видеопоздравление. Очень интересный человек, и администрация столицы их республики подарила мне большую такую картину интересную. Лик Христа на горе, на горе, там большая такая гора, неизвестно кем и когда этот вот лик был там написан. И он считается, как святое место у них. Да, как раз вот в ущелье, Архизном ущелье, Архиз, вот эта долина. Марина Михайловна, вы очень интересно рассказываете, так завораживающе. Мне бы хотелось немножко еще поговорить более прозаически, все-таки у нас времени не так много. Вот сколько понадобилось музею времени, чтобы собрать вот эти уникальные материалы, уникальные экспонаты? И можем ли мы вообще говорить, что вот экспозиция там есть, например, или выставка есть, и все у нас сформировано? Или здесь такая история, что вы всегда находитесь в поиске? Как я люблю говорить, музей – это живое существо, а экспозиция – это его сердце. Оно должно все время работать. Тогда экспозиция будет привлекательна и интересна. Если она статична, как выставка временная, она статична, то к ней пропадает интерес. К ней пропадает интерес самого работника музея. И поэтому всегда идет какая-то добавка. У нас сейчас идет год 75-летия Победы, и вот длительное время я просто не смогу убирать. Я просто буду добавлять, что-то убирать, что-то добавлять другое, предметов побольше. К сожалению, не смогу показать ничего, даже из-за осколков каких-то там оружия, потому что это первый этаж, и открывается дверь, и вы сразу в экспозиции. Тут существуют всякие свои нюансы у нас. Награды не смогу показывать. Но у нас, помимо этого, очень много различной экспонатуры, которые отражают войну, которые отражают быт в военное время, одежда какая-то, амуниция. Самое важное, как я, например, считаю, – это документ войны. Вот фотография, где участник событий, не портрет его салонный, да, где мы все такие немножечко деревянные, да? Немножко немые. Деревянные, да? А вот они собрались с друзьями, вот они после боя, вот они в перерыве. Вот это живой человек, это первое. Второе – это письма. Вы не представляете, что пишут письма с фронта. Я их прочитала очень много. Патриотических писем, таких, знаете, вот бравурных, да, вот мы победим, и так далее. Это были в первые дни войны. У нас есть письмо. 26 июня 1941 года молодой человек уходит на фронт, и он пишет родителям об этом, и говорит, что мы победим, вот вы ждите, вы ждите меня. И на оборотной стороне до конца письма он пишет, я уехал, вы ждите, я уехал. Вот, понимаете, не само письмо важно, а последняя страница его, правильно? Где эмоции захлёстывают его, и он останавливается вот на этой фразе. Вы ждите, я уехал, да? Например, как те же самые письма к сыну, да? А родители разные, да, и по-разному пишут. Потом письма есть такие бытовые. Например, когда освободили нашу территорию в 1944 году, многие интересуются у своих мам, жён, а как вы живёте, кто помог выкопать землянку. Ведь у нас же погибло огромное количество деревень. Селение жило где? В землянках. Города не было. Перед войной в городе проживало 8 тысяч, а Попова Маркиан Михайловича родной город встретил как? 200 человек жителей. Всё. И весь разбитый город. Ни одного целого дома. Только каменные склады стояли, 6 зданий. И здание больницы, потому что оно каменное было. Всё, больше ничего не было. Тюрьма стояла. Да. Потом там стали жилой дом сделали. Но на разбитые все другие службы были, остались камеры, больше ни одного здания. И поэтому с фронта интересовались, а как, а сохранилась ли какая скотина, а чем посеять было, а есть ли картошка, чтобы её посадить. То есть идёт разговор о жизни. И жизнь действительно продолжается. Да. Да, как и сейчас. Интересно тогда ещё один момент. Когда вы получаете экспонаты новые, вы в выставке указываете, от кого вы их получили? Или это такая музейная информация и всё? Если кто-то интересуется, то да. Если мы делаем выставку дарений в обязательном порядке, это пишется, кто, как, почему и каким образом это появилось. Если же это идёт тематическая выставка, то лишняя этикетка, она убивает восприятие эмоциональное и тематическое, то есть смысловое. Поэтому вот с такой информацией нужно быть очень аккуратным, то есть нужно её знать, и когда человек интересуется, то тогда её предоставить. Спасибо большое за разговор, Марина Михайловна. Очень душевно, мне кажется, получилось у нас пообщаться. Вы очень интересно рассказываете. Я думаю, наши слушатели захотят прийти в музей Новоржевского края, посмотреть своими глазами на экспозицию, познакомиться с вами. Спасибо. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заведующая филиалом Псково-Изборского музея-заповедника, музей истории Новоржевского края Марина Пахоменкова. С вами была Дина Добрешуты. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.